МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В порядке и без долгов выручают памятки с инструкцией о том, как самостоятельно проверять себя и своих знакомых на наличие долгов через онлайн-ресурс. Мы рекомендуем вам себя, если вдруг, проверять себя на наличие задолженности, чтобы во избежание негативных последствий, когда судейные приставы будут применять какие-то принудительные меры. А вот хозяин внедорожника вместо памятки получил акт описи и ареста своей машины. 33-летний Амич оказался должником. В отношении мужчины находилось 13 исполнительных производств. Неуплаченные судебные и административные штрафы ГИБДД, большая часть – транспортные налоги. Судебный пристав-исполнитель сообщил, что через 10 дней автомобиль будет отправлен на реализацию в счет погашения задолженности. И уже через час мужчина погасил всю сумму долга. Всего представители закона осуществили проверку более 100 омских автомобилистов. В случае выявления задолженности судебные приставы могут применить к неплательщикам меры принудительного взыскания в соответствии с действующим законодательством, вплоть до ареста и изъятия автотранспортного средства. Рекомендуем гражданам во избежание печальных последствий своевременно оплачивать свои задолженности, а также проверять себя на их наличие на сайте Федеральной службы судебных приставов. Куйбышевский районный суд удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении меры пресечения руководителю региональной службы судебных приставов. Владимира Ветрука заключили под стражу на месяц. Напомним, по материалам дела главный пристав снял обременение с дорогого внедорожника. Со спецстоянки «Лэнд Крузер» вернули владельцу. Вознаграждение Ветрук получил от посредника в собственном кабинете. Получение взятки стало еще одним уголовным делом. Ранее было предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий». Предположительно, руководитель службы судебных приставов мог оказывать некое покровительство в отношении отдельных должников. В кабинетах и квартирах Ветрука и его зама сотрудники в ФСБ провели обыски. Тогда подозреваемым была определена мера пресечения в виде подписки о невыезде. «Скрылись с места ДТП. Здесь статья 51-я». «Эту статью вы знаете, а правила дорожного движения вы также хорошо знаете, как статью». Похоже, что не очень. Молодой человек за рулем иномарки двигался по улице Кирова. Затем выехал на встречную полосу движения, где столкнулся сразу с двумя пассажирскими автобусами. С места аварии он уехал. В результате ДТП пострадали две девочки и женщина, 64-х лет. Они обратились за медицинской помощью. Всего в момент столкновения в салонах пазов находилось 65 человек. В результате оперативно-розыскных мероприятий нарушителя нашли быстро. Им оказался Амич, 29 лет. Зачем выехал на встречку, пояснить не может. Теперь горе водитель даёт признательные показания. «После столкновения я покинул место ДТП, так как испугался. Документов на автомобиль не было. Покупал без документов. Автомобиль не застрахован». Окончательно обстоятельства и причины ДТП будут установлены в ходе дальнейшей проверки. В отношении мужчины возбуждено административное дело производства по статье «Невыполнение обязанностей» в связи с дорожно-транспортным происшествием. Собранные материалы будут переданы в суд для принятия решения. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД водитель был установлен. Им оказался мужчина 89-го года рождения. В настоящее время водитель задержан. Проводятся мероприятия, по окончанию которых будет принято операционное решение». На этих кадрах иномарка пережившая переворот на дороге. Вылет с трассы. В итоге машина влетела в дерево и чудом не зацепила других участников дорожного движения. Автомобиль вряд ли подлежит восстановлению. Водителю и пассажиру в прямом смысле повезло. Они остались живы. Правда, медицинская помощь им понадобилась. В районе дома номер 25 по улице Демьяна Бедного водитель автомобиля Ниссан Скайлайн не стрался с управлением во время движения и допустил опрокидывание автомобиля с последующим наездом на препятствие на дерево. В результате данного происшествия пассажир автомобиля Ниссан мужчина в возрасте 30 лет получил травмы средней степени тяжести. Возавтоинспекции проводится проверка по результатам которой будут установлены все причины и обстоятельства данного происшествия. Всего за прошедшие сутки на дорогах города и области произошло 33 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 3 человека получили травмы. В дежурную смену госавтоинспекторами составлено 729 административных материалов за нарушение правил дорожного движения, 16 из них за управление транспортными средствами в нетрезвом виде. Странное поведение водителя «Газели» попало на видеорегистратор, а затем в соцсети. Он не пропускает автомобиль и всячески пытается помешать движению. Потом и вовсе преграждает дорогу. Владелец транспортного средства открывает дверь и, видимо, высказывает свое недовольство. Звук отсутствует, и предыстория конфликта нам неизвестна. Спустя почти две минуты, когда собралась очередь из автомобилей в обе стороны движения, виновник затора проехал вперед. Однако по-прежнему не давал себя опередить и левый сигнал поворота не выключал. Зачем «Газелист» прикрывал дорогу, непонятно. Он не выходил и не нападал. Только перепуганный автовладелец выложил запись в интернет. Возможно, здесь речь о так называемых «учителях». Те водители, которые в агрессивной манере пытаются наказать других участников дорожного движения за их, якобы, неправильное вождение. Сегодня утром в «Нефтяниках» жители округа услышали хлопок. Позже очевидцы напишут в комментариях, что взрыв был ослышан издалека. Подумали ЧП на нефтезаводе. Оказалось, загорелся грузовой автоприцеп на светофоре по нефтезаводской. Прибывшие на место пожарные расчеты ликвидировали огонь в течение 10 минут. На момент прибытия пожарных расчетов горели два колеса прицепа автомобиля с правой стороны. В результате пожара повреждены два колеса. Также огнем частично повреждены пивоматериалы, находящиеся в прицепе. На тушение пожара привлекалось два пожарных расчета. Чина пожара будет установлена в течение 10 дней дознавателями. Команда «Изра»! Наш девич! Изы для столица плана всегда! Мы не допустим беды никогда! 0-1 спешит на помощь, но уже не на улицах города. Физическую выносливость и ловкость наравне со взрослыми демонстрируют дошкольники. Лучших спасателей выбирали среди команд детских садов Кировского округа. Будущие огнеборцы наполнили бочки водой, предотвратили возгорание электроприбора с помощью огнетушителя. Вместе с родителями проложили рукавную линию к месту пожара. Спасли домашнего питомца и даже оказали помощь пострадавшему. Смена спасателей подрастает достойная, отметили организаторы. Ну я дома лазил по грушам, за него рвался, приседал, отжимался. Много чего делал. Команда «Победитель» представит округ уже на областных соревнованиях. Продолжение следует...